Ю-ху! Я забыл сделать настройки. Нормально, нормально, нормально. Прикольно. Игра называется Shadow Awake. Какая-то RPG. Какая, не знаю, но что-то я уже вот вижу и довольно прикольно, что если можно будет обмирать, то это будет очень круто. Блин, ну тут же я поставлю как надо, только сделаю вот так вот звуки. Нормально, фоновая музыка. Так, речь. И так, вот так вот, да. Так мне лучше, если я нравился. Сохраним. Ништяк. Не знаю, что за игра. Хорошая, нехорошая RPG, но вы, по крайней мере, попробуем. Низкая для обычных игроков и тех, кто хочет наслаждаться сюжетом и загадками. Враги ослабленные, наносят меньше урона и обладают низким уровнем здоровья. Вы пройдете игру с той же легкостью, с какой нож входит в масло. Для опыта игроков Shadow of the Awakened создана специально для этого уровня сложность. Вам нужно сочетать навыки персонажа и использовать разные тактики, чтобы победить врагов. Высокая. Враги сильные, наносят больше урона и обладают высоким уровнем здоровья. Вам нужно сочетать навыки персонажа и использовать различные тактики, чтобы победить врагов. Экстремальные. Для игроков, которые любят сложности. Враги крайне сильные, наносят очень большой урон и обладают крайне высоким уровнем здоровья. Вам необходимо сочетать все бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отстой. Он, по-моему, мигает быстрее, а сейчас у меня оттепили все на счет. Интересно. Качественная пометка заданий... Пометки заданий других сил способны... А-а-а-а. Режим девяностых. Типа, нельзя спорить. Среднее, конечно, среднее. Враги слишком сильные, не забывайте использовать ваши навыки, они помогут вам держать вверх сражений. Ну, ладно. Будем не забывать, надеюсь. А, блин, как медленно-то оно ползет-то, господи. Ну, нормально. Я ждал, будет все это ползти долго, думал, сейчас надо будет затопорить. Или все-таки медленно. Давай. Ты можешь. Вообще, если честно, я даже не представляю, чем эта игра. Попытался, да, до нее я поиграть в Nox, как я говорил. В принципе, игрушка Nox мне понравилась. Единственная проблема, что через бандикам она к чертям виснет, если останавливать запись. А если с бандикам в игре зависла, то запись крашится к чертям, и тоже ничего не получается. То есть, как бы, записалось, но два часа просто никуда. А Shadowplay тоже все грохает, так что не помогло, но... Игра, конечно, прикольная, мне понравилась. Может, я должен испытать чувство вины за задеянное, но для угрызения совести у меня просто нет времени. Когда-то было... А, когда-то быть погребенным в этих катакомбах. Но прошлые века, и теперь их коридоры оглашают шаги только глупцов, или не знающих страха члупов. Может стать я последняя живая душа в этом месте, но я не сомневаюсь о том, что я не один. Это не моя повесть. Однако я приложил свою руку к последующим событиям. Я участник заговора, поставщикшего королевства ереси на грани катастрофы, и создатель самого невероятного союза за всю историю, которому, может быть, удастся болеть. Вы издеваетесь, да? Да, банана! Твой зал был мною слышен. Что ты предложил? Я хочу выжить, я хочу, чтобы выжил ты. Твой язык лжи. Я не доверяю тебе. Я не прошу тебе доверять, и не советую этого делать. И в случае необходимости я передам тебе... Предам тебя даже не задумываясь. Но, впрочем, нам повезло и тебе, и мне, и у нас общий враг. Если ты хочешь... А, если мы хотим спростись, нам придется действовать сообща, именно поэтому я призываю тебя седать демон. Че, я играю за демона? Стойте. Игра, субтитры. Можно не мотать с автоматом показать субтитры? Здравия, размер урона, показать шлемы, вибрации, сложность, назад, не то. Нету, не он сам их переключает, вы че? Ладно. Обучение будет, не будет, найдите покой в саркофаге. Ку. Дрожи перед моим гневом. Оно так долго еще восстанавливается? Прибежать, отдалить я пока не вижу. А. Монитор развернуть нельзя. Инвентарь. Что это такое? Пожиратик какой-то. Неужели я буду играть за демона? Правая рука, левая рука, броня, шлем, мантия, сапоги, пояс, перчатка. Походу я не могу для этого персонажа. Ожерелье, кольцо, кольцо, камень души, эссенция задания. Ладно, навыки. А, стреляет ледяным снарядом, который отскакивает от одного врага к другому. Завораживает их. Интересно, игра подшаговая или нет? Потому что иначе будет жесть. Распределить очки на бок. Не знаю. Что-то тут не нормально как-то. Талант. Тут таланты есть, ужас. Надо было потом почитать. Персонаж. Дневник. Уже глава четвертая есть, офигеть. Книги. Не знаю, будут ли здесь книги интересные или нет, но мы их почитаем. Так, ладно. Первоначально мы разобрались. Нет. Это было немножко проще, я думал. Ха! Ну, пожирай души, хорошо. Хи! Все зря. Да. Как-то легко. Че ты такой крыс лежаткий? А пройти туда я не могу, да? Ух ты. Он сразу одел их? Слушайте, пафосно. Третий узел малого сплетения Маларха. Руна Ничтожной Силы, которую используют самые неопытные демоны в первых рукопашенных битках. Руна? Руна Ничтожной Силы. Не знаю, пафосно смотрится, я бы сказал. То есть я какой-то там недодемон, и меня сюда отправили, да? Призвав тебя, я не стал заключать с тобой договор. Каждая, подключая на твою душа, направит тебя по иному пути, и изменить его не в моей власти. Не ошибись с выбором, демон. Выберите душу и погодите. А-а-а, гроб, лучник и маг, да? Каллиг, его прозвали королем бандитов, воин, наемник, глава стальной гильдии в городе Тоддле. К счастью для книг Каллига, он слишком сильно доверял собственному сыну. Иногда его называли Варон, но никогда в глаза. И мало кто из этих лет. Выберите Каллина, если ты полчишь силой и мощи великого воина. А, этот лучник, да? Джаскар, прозванный Диким Кабаном, величайший герой Карвинта, нашей родной страны. Он пал в бою с волчьими племенами, Таймурий, около 10 лет назад, перед самым концом войны и вознесения. Отличный охотник, вечный одиночка, непревзойденный стрелокон. Он тоже славился, в первую очередь, как худница нежисти. Выбери его, если хочешь проворство и меткость. Одно из сильнейших лучников. Ну ладно, понятно. А это история мага, да? Эвия, дочь племени, наследница Гаруевской империи. Она могла бы стать богоподобной императрицей, если бы не стала во главе королевского бунта. Она погибла в артном походе 300 лет назад. Как именно это произошло, я не знаю. Так, ладно, понятно вообще. Выбор у нас здесь, как всегда, самый простой. Воин, лучник или маг. Наверное, система Диаблоид. И я так подозреваю, что у нас будет выбор либо ими ходить, либо душой в определенных местах. Вы бы меня типа Ай, Дэй, не знаю. Ну, мы делаем выбор какой. Я беру свой дайсик. И теперь говорю. Этот, если выпадет, один, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка. Кого выдаст мне с... Вам боком упал. Сейчас, сейчас. Кого выдаст мне судьба. Да, господи. Сейчас. Судьба говорит один. Не хотел бы воинам, но давайте будем. Если чё, Сиэф на парень возьмем мага. Да. Возьмем. Раз судьба сказала, так и возьмем. Мой сын предал меня. Не, Мик, я отомщу. Я жажду твоей души. Ты более не испытываешь нужды в таких мелочах. Не? И теперь... Его душа моя! Огонь невыносима! Будь проклят, демон! Что ж, выбор сделан. Я жив. В каком-то смысле, отныне ты, демон, неразлучимы. Говоря начистою, я и сам не знаю, куда вас заведет этот путь. Твоя душа в моей власти. Ты переоцениваешь свою силу, демон, и зря считаешь кальга легкой добычей. Отныне ваши судьбы переплетены, как и моя. Отправляйтесь в город Толь, что раскинулся над этим склепом. Кенотаф позволит тебе попасть туда. Наши судьбы переплелись, демон. Мы или спасем все вместе, или погибнем ты и я. Ты смеешь угрожать мне? Отнюдь. Нет, всем нам угрожает нечто худшее, чем я. Я буду ждать тебя в Толибейском убежище. Приходи, как только сможешь. Поверь. Мы... Эээ, ну... Быстро, слишком. Так. Нажимайте в АСДФ, вы переключаетесь от прислужника к пожарателю, переключившись на любого прислужника, чтобы покинуть мир тени и вернуться в мир смертных. Переключите на пожаратель, чтобы покинуть мир смертных и вернуться в мир теней. Нажмите, что переместится. Этот бой сильных воинов. Стоять! Надо! Ха-ха! Ох, черт. Ну, что-то не знаю, насколько это прикольное, но, возможно, интересно. Но для этого нет щита. То есть все остальное. Она громила. А, то есть этот это все ломать не мог, да? И у него нет стены здесь. Надо! Что, еще зажать должен? Фига себе, видели, да? Видели, что мы тут устроили? Молоток. Что я взял-то вообще? Где инвентарь? Рюкзак. Старый, видавший виды, боевой молот. Их можно прикончить по... А, им можно прикончить пару-тройку не слишком сильных противников. Особенно, если они лягут на землю и не будут... Что они будут? А, двигаться. А, мне так делать надо? Да ладно. Броня есть новенькая, да? Но одеть не могу третюрой. Он теперь сам одевать будет или нет? Ну, это ладно, мы разберемся. Аксейва есть? Есть. Хорошо. РПГ, а не для того РПГ? Чтоб лазить. Давай, бей. Зверь, зверь. Стоять, собака! Тоже души. А что будет, если переключить обратно? Ничего. Хорошо. И я! То есть мне надо будет качать сразу всех персонажей? Стоять, тварь! Не знаю, зачем я это делал, но не бесит меня. Ну и разрушаемость всегда была прикольной. То есть мы оживили его, и теперь мы... О, мы почти второй уровень, смотрите. Представь это мне, я закончу начатое. Что ты делаешь мне, демон? Я вырвал тебя из объятий, тяни, чтоб ты служил мне. Нет, я не подчиняюсь приказом демона. Ты ошибаешься. А, здесь можно воскресить. Фига себе здесь на выбор, вы чё? То есть будет он, и ещё кто-то будет охотник, и ещё кто-то будет маг, и ещё кто-то... Ну чё, офигеть? Воскресить. Сразу надето, ну-ка. Вреждённый и поношенный нагрудник. Едва ли ценный, но вполне может пригодиться. Надо... Признай отчаяние! О! Стой, вернись! Ох, ты же сколько вас тут. На, на! Ещё один шаг к обретению истинной формы. О, вот теперь начинается. Так, это мы активируем. Необходимо для улучшения третий уровень. Ладно. Пожиратель завладевает душой одного врага, и этот враг сражается на его стороне. Мне 15 секунд. Полезно, довольно. Ага. Волна тени. Пожиратель создаёт волну тени на земле у казной области. Отнимается тезор к урона тьмой каждому поражаемому врагу, и на 40% замедляет их на 4 секунды. Хорошая вещь, мне она нравится. Так, это есть, и походу я могу что... А-а-а, я могу ещё навыки. Э-э-э, что... Что мне надо-то? Ладно. Сила делает вашу атаку сильнее. Главная характеристика для воинов. Определять вашу ловкость. Определять... Ага. Ну, я не знаю. Вот я беру... Оп. Ловкость даёт нам бонус способности и шанс критического удара. Установление здоровья. Сила... А сила воли главных риск для магов. У меня нету магов. У меня есть атака. Ну, я бы ловко всё-таки поднял чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Вдруг пригодится. Приняйте характеристики. Ну, да. Ну, это тоже, да? Есть какие-то вещи, которые я пока не... Дел. Походу, нету. Чё-то я не врубаюсь. Ну-ка, а ты если пойдёшь? Ты можешь взять навык. Что это такое? Бывы кличи на 30% снижает скорость передвижения врагов в радиусе 7 метров. ВК снижает их, сопротивляясь к физическому урону. Хорошая вещь. Как швырять топор? Нет, давайте возьмём... Дебафчик. То есть, буду снижать их, сопротивляясь к физическому урону и бить вот этой штукой. То есть, у нас... А, нет, у него своё. А кто я, если я не воин? Урон в секунду. Сила воли, база, бонус, количество очков, бонус, мана, бонус, определение магическому урону. Ну, я не знаю, чё-то с магами, пока давайте ему конкретно всю силу включать. Да офигел, нет! Просто вдруг офигел, я не заметил. Ну, прикольно. Концепция прикольная. Тихо, я вам уклонился. Здесь... О-о-о! Ваш аватар одновременно существует в двух параллельных мирах. Мире смертных и мире теней. Мир смертных это материальный мир, где пожиратель может стать одним из прислужников и обрести физическое тело. Мир теней это мир призраков и демонов, где бродит эхо предметов, которых больше нет в этом мире. В мире смертных пройдите по сломанному мосту, побродите по скрытым проходам в толстых стенах. Найдите загадочные духовные объекты, демоны, элементали, маги и магические звери могут обитать в этих мирах. Исследуйте оба мира, чтобы найти всевозможные эти предметы. Найден камень души. Камень души дает пожирателю возможность восстановить здоровье и ману для себя и прислужника. При каждом использовании камня души тратится один заряд. Заряды камней души можно пополнить, собирая души пропавших врагов. В королевстве еретиков можно найти более мощные камни души. Используйте два, чтобы активировать камень души для пожирателя здоровья текущего персонажа. И три, чтобы пополнить ману. Хорошо. Д. Это было проще, чем я думаю. Ха! Ща, ща. Тут же сверху проход не просто так. Это явно сюжет. Пошарить иногда. О, камешек. Надето. Сразу и одевается, это прикольно. Ожерелье. А, вот он на шее, смотрите. Оп, нету. Есть. Классно. Третий узел малого смятения глифона. Слабозащитная руна для неопытных демонов. Че сразу неопытных-то, а? Не, ну вот эти вообще шипы прикольные, мне они прям нравятся. Лышка валяется. А тут делать больше нечего. Ну, пошлите туда. Ну, как пошлите. Полетели, служите. Ты кто? А, понял. Да. Забавненько. Тебе, крышка. Ну, наверное, с таким голосом он так кричал. Рычаг. А-а-а, понятно. А ты здесь ничего да не найдешь. Ладно, поехали ниже. То есть... А, это тоже воскрешалка, если я все-таки сдохну. В. Еще и напугал его. Классно. Так, надето. Стой, дай, почитаю. Привлекательная серебряная подвеска на простой цепочке. Вероятно, всего серебро с примесями, и поэтому стоит не очень дорого. И че, ты мне на все подряд будешь говорить, стоит недорого? Сейчас офигел. Шляпа. Простой шлем из тех, что носят бойцы, которых вряд ли отправили от серьезное сражение. Он хорошо защищает от импровизированных снарядов, как гнилых фруктов, овощи и мелкие камешки. Но удар острым предметом может привести к серьезным последствиям. Ну, нафига такое вообще носить? А понимаете, типа они создают историю прокачки. Камень души. Ну, блин, это немножко неправильно. Я должен сделать это. Ой, давай. Ах, ты ж гад. Кто здесь есть? Да, на. О, маска. Офигеть. Третий узел малосветения маскулона. Слабо защитная руна, обороняющая демонов мира тени. Че еще мне выпало? Рейтинг атаки больше. А че ты не одел его? Стой, я не понял. А-а-а. Че это значит? Стой, 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 я не понял. Что это значит? Это типа слабее? Похоже так. Руна, что даже, которые демоны первых рукопашных. Душа не чаю. Ботиночки? Типа носить не могу, да? Я сейчас сломать. Ха! Афигеть! А че и так можно, афигеть? Простой кушак. Пояс. То есть, простой тканой кушак с деревянной пряжкой. Хорошо. Кольцо. Медное кольцо, украшенное изображением лисии головы. Края... Края кольца закруглены, чтобы поверх него можно легко надевать и носить мягкие кожаные перчатки. Да, я почитаю первое время. Насколько далеко хватит, не знаю, но мне это нравится. Судя по всему, эти сапоги не защищают. Ноги от дождя... Да, вообще-то настолько плохие. Но от острых камней, горячего песка и падающих тяжелых предметов вполне. Как они от предметов защищают, если камень не спасают? Надето. Хотя это, говорят, лучше, да? Но это не могу. То есть, я могу в этом мире сражаться с теми, кто нападает на моего персонажа. Неплохо. Сочетайте слова, чтобы решить головоломку. Какие слова? Какие слова зачитайте? Понят. Сочетайте слова, это враг. Оставь его мне. Какого врага? Какие-то прикольно, но немножко нудновато. Что это я увидел? Я вижу комнату. Стоять. Простые железные наручи. Металлические наручи для защиты рук от несчастных случаев, бытует случайных стычек в пятийных заведениях. Да нифига, смотрите, у него все нормально, все не такое. Хай. Старый молот. Ну, он и лучше. Но и не подходит. Тут что-то живучесть повышается в части, тоже уровень. Ладно, разберемся. Все, уходим, все, давай, оба. Выглядит это не пафосно, ничего не скажешь. А насколько играбельно, это мы разберемся. А где кетанав, чтобы покинуть катакомбы? Что такое кетанав? Еда. Чувствую, бить надо через продукт. Используйте... Опа. А, я не могу еще? Да ладно. Где крышка? Ага. А сейчас все будет. Так, два. Все, делов-то. Конечно, неудобно. Два, эээс, переключаться, надо ничего делать. О, тоже хорошая вещь. Так, что они про него говорят? Этот предмет можно назвать оружием только с большой... Да ладно, с натяжкой, вы что, издеваетесь? Смотрите, какое оно. Такая палка с примотанной к ней ржавым лезвием почти так же опасна для своего владельца, как и для противника. Да в смысле, где примотана, одета? Тут ничего нету. Ладно, на. Блин, ну вот тебя накачивают. Слабее защита, но... Простой шаг. Кожаный пояс, он не дает упасть штанам, но идти только. Так, я теряю защиту на 20, но получаю выносливость. А что мне больше важнее? Восстановить здоровье один в секунду, даже против следующего духа. Нет, давайте восстановить здоровье. Если я буду как полутанк, мне это больше привинится. Я еще пока не знаю точно, я потом брал вампиризм, что-нибудь такое. Обычно я брал крит и вампиризм в всех этих играх. Ну, в смысле, когда раньше играл. Сейчас-то я не знаю, как качаться, особо я не вникаю. Все, все пострелили. Ага, что это? Ладно, одеть не могу. Так что, без разницы, что это? Разобить могу. Топор. Но он хуже. Просто почитай, прямо. Предположительно, этим топором наемники перерубались суставы. Он довольно стар, но и еще послужит, если следить, чтобы не тупилось лезвие. Ну да. А что это у тебя доступно, я чуть не понял. Вообще, пьем. А, я все вижу. Прикольно. Обоих миров. Должно быть, это и есть кетона, кенотаф, о котором говорил тот незнакомец. Заключаю... Заключенная в нем сила, пронзает сеть. Я много смогу сделать с ней. Это кетон, кетон, кенотафар. Ага. Возвели многие останки смерти. Вернемся в это место, будет не трудно. Сумей разыскать еще один такой момент. Я чувствую присутствие здесь брат. Быть может, незнакомец поработал над этим. Верю, и есть тот выход, о котором говорил он. Что-то я немножко тупанул, извините, и не сообразил. Короче, это порталы, да? Топ. Забытый. Ага. Кетонафы это места исполнения древней силы, которая покрывает... Прорывает покров между мирами. С их помощью можно повторить... Отворить врата к любому другому известному кенотафу, королевских ересей. Получить доступ к кенотафам и активировать их можно только пожирателям из мира тени. Выберите пункт назначения. Ну, понятно. Я... Стой, ехас. Королевский бобай. Так, ну, карта довольно средняя. То есть она не просто... Ну, не огромная, но... В принципе, они могут много точек натыкать, но нормально. Топ-подвал. Мы топ-забытый габриц и пойдем в подвал. Вообще прикольно. Вы воскресите павших прислужников на экране святилища. А зачем их убивать-то? Покиньте катакомбры. Но здесь не делать нечем. Что это? Малый шестиугольник. Снаряжение можно пропитать эссенцией. Эссенции можно найти в шестиугольниках, в межпространственных карманах, в мире теней. Каждый предмет можно пропитать тремя разными эссенциями. Каждая новая эссенция повышает ценность и редкость предмета. Пропитать предметы эссенцией можно в заколдованном месте мира. Для пропитки вам нужна эссенция и некоторое количество серебра. В смысле? Эссенции. Малая эссенция. Малая эссенция. И чё я не могу это делать? Идёте. Так, стопэ. Ну-ка, вернёмся. Да. И... Эссенция. Не понял. А, вот. Добавайте эссенцию. А как добавить-то? Применить. Настройки. А-а-а. Шанс. Броня щит. Оружие. А-а-а. Всё, дошло. У-у-у-у. Там разберёмся. Ты! Красиво. Ещё мёртвый разбойник. Чё-то здесь вообще ничего интересного нет. Мы же и только один. Расскажи мне об этом месте. Не смей командовать, демон. Теперь ты в моём городе. Толи, столица изгнанников. Мы должны же искать моего сына. Мемик заплатит мне за всё. То есть ты настолько сумасшедший, что будешь убивать своего сына? Камень душ, некромантии. А похищение и некромантии. Не значит, значит, мана на заряде. А-а-а, он мне манту поувеличивает. А что должен делать? Всё за ваш, что ли? Заткнись. Сейчас, видишь? Вообще даже не пострадал. Только ныл и всё. О, я играл подобный, но игра называлась эта... О. Ещё эссенцию. Добавить эссенцию. Добавить эссенцию. Не знаю. Урон в морде иметь. Давай. Хотя, по идее, просто надо добавлять максимально... Ладно, пока добавлять не буду, оно мне особо нужно. В колодец можно прыгнуть, да? Ещё! То есть я купил тупо, да? Ещё дашь что-нибудь? Шатный какой. Легко пришло, легко ушло. Пошёл ты. Собака. Ну щит мне по факту не нужен, да? Простой щит. Всё, что написали. О, книжка. Принципы отворения врат. Изучающая наука отворения врат чередей должны начать с изучения пронизывающих покровов потоков. Так же, как вода стекает от вершины холма к его подножию, сущность стекается от мест, в котором изобильно лесов, городов, равнин, к местам смерти, таким, как монументы, отмечающие места гибели, бесчисленных смертных и так далее. Врата позволяют чародею двигаться как вдоль этого потока, так и против него, хотя двигаться в сторону подобных мест смерти неизбежно оказывается проще. Гарулийцы первыми обнаружили, что возведение покрытых рунами кенутафов в местах массовых захоронений и поле сражений ослабляет покров, разделяющий миры. Первые имперские отворители врат начали использовать чары, чтобы связывать кенутафы между собой, но эта техника требовала от них лично посетить место расположения монумента, прежде чем они могли отворить врата. К счастью, опытный отворитель врат может брать с собой в путешествие и других людей, и поэтому империя начала обучать десятки отворителей обучать десятки отворителей врат, служивших стражами и проводниками обычным людям в начале направления божественной империи кареты Рекс. Господи, выдумают легенду тут. Ваше оружие затупилось? Купцы по всему миру продадут множество самого разного оружия. То есть тут оружие еще и тупится. Мало того, что я тут туплюсь, так еще и оружие тупится. Ммм, да. Все замкнуто. Город Толь раскинулся на древнем каменном платье, посреди красных песков внешней земель. Много веков назад он служил надежным оплотом Гарурийской империи в этих краях, однако люди обитали в этих землях, еще до начала этой эпохи. Сегодня Тольфо право считается пристанищем воров и беженцев, и изгнанники всех рангов и властей. Сюда прибыли, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны права. А награда полагается за голову далеко не каждого, но иных агонцев в нем нет и не будет. Крайцы из стальной гильдии предпочитают называть себя наемниками и защищать те немногие караваны. Тем не менее, люди, которые отказываются оплатить гильдию за защиту, члены шелковой гильди называют себя купцами и действительно доставляют... Что доставляют? Но осторожно, путешественникам лучше не спрашивать, их, откуда они все это берут. Кладу. У Барбакана, некогда защищающих эти стены, остались только огромные каменные ворота. Теперь они защищают город Тольфо-сорт кочевников. Три года я скрывался здесь среди мусора и отброзов в королевство своих королевских ересей. Но я знал, что рано или поздно мой бывший союзник меня ответил. и прибытие их сюда было лишено просто времени. Это было последним местом, где я мог спрятаться. Мой родной город, говорят. Говорит, местным буду я. Да ладно, че-то. Э! Че за лад? Че за... Я не обязан прозвать тебе разрешение, если вы решили вернуться домой, мой герцог. А я решил вернуться. Каллик! А я думал, что тебя... Эмммм... Убили? Ну что, я могу сказать? Мне полегчало. Тебе не стоило возвращаться, во главе стага гильдии теперь стоит мемик. Мне есть, что сказать моему сыну. Постарайся не устраивать боёв на улицах моего города, или ты пожалеешь об этом. Довольно уже и того, что враг взял нас в осаду. Мне не нужна гражданская война по эту сторону стен. Да, эти кочевники командуют ими, какой-то там, таймерийский знайник. Город стоял непогорно много столетий, и не позволял врагам занять его, пока я живу. Я буду следить за тобой, Каллик. Какая честь. Че-то я немножко затупился прочтением, надеюсь, вы успели. Я уже иду, Немек. Паша вернулся. Нена. Так, хорошо, давайте ещё раз подумаем. У нас есть журнал. У нас есть глава. Найдите человека в капюшоне, сразитесь с сыном Немиком. Рекомендуемый уровень. Глава 4. Проклятая победа. Рекомендуемый уровень. Побочку. Давайте от побочек разбираться. Да, давно известно, что таинственная энергия, которую таллийские маги называют хроматоном, обладает способностью оживлять бездушный металл. Однако, таллицы опрометчиво не задумывались об опасности того, что может случиться, если необработанная сущность, известная как цвет или хромота, соприкоснётся с их живой платьем. Ага. Проспросите купцов, может, они дадут вам что-то. Сейчас я буду районы изучать. Ага. Простой щит. Мне интересно. В дома можешь заходить? Нельзя. Толь. Жиме надо будет всё это изучать. Карта есть хоть какая-то? Да. Что это? Кто это тут лазит? Умненький взялся. Орошан. Это местный король, да? Давай, вылази. А? Не зря пошёл. Посох огня. Просто деревянный посох, выжженный на одном из его концов эмблена, свидетельствует, что он вызывает к стихии огня. Так, ну, своё я всё проверил. Город изгнанников, том четвёртый. Уничтожение последних элементов падшего режима почти завершилось к моменту прибытия Теократии во внешние земли. Те, кто не мог или не хотел покинуть Толь, предпочли благородное самоубийство. Мучительной и унизительной казни. И когда армия Теократа подошла к стенам города, она обнаружила его опустевшим. Поскольку стратегических причин занимать полный нежити город у Теократа не было, он предпочёл объявить его нечистым и распорядился превратить поселение в тюремную колонию. Во времена жестокого правления Теократа, изгнание в Толь было одним из наиболее мягких наказаний. И всё же природа любого города, вынужденного служить пристанищем, отбросом общества на протяжении многих десятилетий, неизбежно меняется. Толь стал тем, чем остаётся и по сей день городом-изгнанником. Мало кто прибывает сюда по своей воле, но у те, за чьи головы объявлена награда в Корвенте, и те, кого ожидает смертная казнь, Таймури часто обретает пристанище в его стенах. Толь дарит людям надежду на новую жизнь. Титул интенданта созданий, созданный Теократом в насмешку над первым человеком, которого он пожаловал, стал единственным кивком в сторону законной власти. Вот так вот. Ну что ж, давайте на этом мы закончим, в принципе. Здесь прикольный, как сказать, посыл, и возможно игра будет интересна, что мы с этим разберёмся. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok